Доброе время суток, дамы и господа! С вами Картина ТВ, вопросы и ответы, и я, ее постоянный ведущий, Юрий Тенман. Этот ролик я делаю экстренным. Как говорится, нет времени на раскачку. Каждая секунда дорога. Я это знаю, поскольку сам люблю футбол. И, естественно, смотрю чемпионат Европы. Я знаю, что у очень многих возникает вопрос, где и как смотреть по картине ТВ все матчи чемпионата Европы. Я подчеркиваю, все матчи. Потому как мы знаем ситуацию в России, и было понятно, что никогда они не покажут Украину. И это ясно, но мне было известно, покажут ли они вообще все матчи. Дело в том, что в России существует две платформы. Одна бесплатная платформа холдинга матч. И туда входят футбольные каналы и сам матч ТВ. И они, естественно, показывают игры чемпионата Европы. Но, к сожалению, далеко не все. Есть вторая платформа в России. Это платформа ОКО. Это платная платформа, к сожалению, доступа которой у Картина ТВ, естественно, нет. И они показывают также часть игр. Так вот, таким образом, болельщик, конечно, страдает. Потому что половину матчей смотреть в бесплатном режиме невозможно. А у нас нет возможности закупить ОКО. Что же делать? Как быть? Я спешу порадовать вас, что у Картины ТВ есть возможность на Картине ТВ смотреть все, еще раз повторю, все матчи чемпионата Европы. Причем и в записи, и в живую. Вы можете легко смотреть их на канале 237. Канал АйТиВи, который есть на Картине ТВ, находится в папке интернациональных каналов. И заодно, уже коль я с вами, я хочу научить вас смотреть все матчи в прямом эфире. Дело в том, что в Картине ТВ автоматически выставляется так называемый шифт времени, который совмещает время вашего просмотра в стране, в которой вы находитесь, в регионе, в котором вы есть. С Москвой, или с Украиной, или с Арменией, кто как предпочитает, можно выставить это и вручную, и смотреть таким образом без задержки по времени по суткам. Если утренние программы идут утром, они идут утром, если они идут вечером, они идут вечером. Это невероятно удобная функция, включается в Картины ТВ практически автоматически. Но для болельщика это беда, потому что приходится ждать, когда выставят матч, и это уже, пускай и небольшая, там 20 минут, полчаса, но в любом случае это задержка. Для того, чтобы смотреть матчи вживую, я вам сейчас покажу, что нужно проделать. Это очень простая операция, и так смотрим на экран. Монтажировать не буду. Ставить специальные картинки и делать специальные ролики с захватом тоже, потому что, опять повторю, дорога каждая секунда. Через буквально 30 минут начинается первая игра Украины. Украина-Румыния. Смотрим. Итак, мы с вами берем пульт в руки. В зависимости от модификации приставки, у вас пульт может иметь кнопку «Домик» или кнопку «Топ меню». Мы с вами давим два раза на нее для уверенности и видим вот такие квадраты. Они вам знакомы. В центре стоит квадрат картина ТВ. У кого-то он может быть белый, вот такой, у кого-то он может быть оранжевый, вот такой. Мы переходим вправо или влево, это абсолютно без разницы, до квадрата настройки. Теперь у нас в центре стоит квадрат настройки, он подписан настройки. Мы давим Enter и попадаем туда, где у нас 8, даже 10, извините, 10 квадратов. И мы заходим в квадрат картина ТВ и давим Enter. И мы с вами видим две активных строки «Редактировать абонемент» и нижнюю строку «Дополнительные настройки». Мы уходим вниз на дополнительные настройки. Мы выбрали дополнительные настройки и нажали Enter. Теперь у нас все строчки активны. И в строке «Задержка», «Вещание» вот здесь, где у меня уже стоит ноль, мы должны этот ноль выставить. У вас стоят наверняка разные цифры. У кого-то стоит 7, у кого-то стоит 8, 6, 4, в зависимости от региона, в котором вы живете. Вы нажимаете кнопку Enter и у вас появляется выбор значений цифровых. Они не заканчиваются, естественно, шестеркой, они идут вниз до девяти. Вы выбираете в данном случае ноль. То есть, если у вас стояло бы 7, сейчас у вас была бы вот такая картина. Вы просто перемещаетесь в ноль, давите Enter, и мы видим подключение, и ноль становится на свое место. После этого мы уходим в кнопку «Закрыть», закрываем и возвращаемся в картину ТВ нажатием кнопки «Домик» два раза. Раз, два. Можно для уверенности. Теперь мы возвращаемся непосредственно в картину ТВ и смотрим футбол. Приятного вам боления, хороших настроений и эмоций. С вами был Юрий Тенман, картина ТВ, вопросы и ответы. До новых встреч в эфире.